Аграрный университет имени Горина – профильная площадка Белгородского научно-образовательного центра. Станислав Олейник, встречая московских коллег, делится успехами. Под заказ одного из индустриальных партнеров ученые вуза выводят породу кроликов, из шкурки которых возможно делать мембраны для операции. Разрабатывают методы ранней диагностики лейкоза у коров и экспериментируют с кормами для повышения продуктивности рыб ценных пород. Это уже совместный проект с университетом Разумовского. Это наш партнер, который входит уже во второй год сотрудничества, является ключевым в реализации ряда программ, в частности программы по развитию аквакультуры на территории Белгородской области. Нам очень важно, что компетенции университета позволяют нам налаживать сотрудничество с получением конечного продукта. В данном случае это новые кормовые смеси с полезными, так скажем, функциональными продуктами для кормов рыб. С аквакультурой в Белгородском аграрном работают порядка 8 лет. А год назад в подвальном помещении одного из корпусов вуза оборудовали мини-ферму по выращиванию одной из популярных пород белгородских рыбоводов – африканских клариевых сомов. Это рыба теплолюбивая и быстрорастущая. Она неприкатливая при выращивании. Очень важно, что нет запаха такого вот болота или еще что-то. То есть рыба у нас выращивается в чистой водопроводной воде. Стоят фильтры обезжелезивания, стоят фильтры, которые лишнюю жесткость убирают. То есть это экологически безопасное производство. В помещении действительно жарко и влажно. Нашему оператору то и дело приходится протирать объектив. Заведующий мини-фермой Александр Кавригин поясняет. Здесь выводят малька из икринок. Процесс очень кропотливый. Чтобы сохранить вылупившихся малышей, важно держать температуру не ниже 26 градусов и обеспечить нужное содержание кислорода в воде. Пришлось даже пойти на хитрость. В процессе развития происходит преобразование внутренних органов. И в некоторые критические точки развития рыба очень чувствительна к условиям кормления и содержания. Особенно к наличию кислорода в воде. Поэтому нам даже пришлось использовать аппарат искусственной вентиляции легких. Мы взяли его у ветеринарных врачей наших, у наших коллег, с другого факультета. Зато подросшая рыба прекрасно чувствует себя не только в воде. У африканского сома есть и жабры, и легкие. Двое суток он способен жить на обычном воздухе. Вот такие малыши, которых здесь вырастили из икринок, через 8 месяцев достигнут 2 килограммов. А уже в следующем году эта рыбная фабрика выйдет на промышленное выращивание малька для белгородских производителей аквакультуры. Она способна производить как минимум половину всей потребности Белгородской области именно в мальке для использования установок закрытого водоснабжения в части клариевого сома. Мы приближаемся уже к хорошему результату. Важно не просто получить малька из икры, важно добиться его сохранности. С коллегами из Московского университета имени Разумовского Белгородские аграрные не только инициируют совместные проекты, но и строят планы по подготовке кадров. В Белгородском государственном аграрном университете мы нашли ученых, с которыми уже взаимодействуем в течение года. И считаем, что в такой кооперации, и не только научной, но и образовательной, потому что мы определили сферы взаимодействия в части повышения квалификации, в части подготовки, в том числе преподавателей для Белгородской области, и наметили взаимодействие по линии подготовки аспирантов. Наталья Войтынка, Павел Емелин. Такой день на Мире Белогория.